Приветствую вас! В принципе, у вас позиция достаточно здравая, в том плане, что доказывать, значит, никому ничего не нужно, смысла в этом никакого нет. Доказывать что-либо, тут вы правы. Вот. Но, тем не менее, значит, тем не менее, я понимаю вашу разберенность, потому что вы не привыкли к такому, что вас распускают сплетни. Значит, относиться к этому нужно так, что люди решили на вас слить свой негатив, свою неудовлетворенность. Может быть даже зависть, которая всегда проистекает из внутреннего стыда, из внутреннего непринятия себе. Вот. Ну или, как говорил один из основоположников транзактного анализа, данные, так сказать, интенции проистекают из неблагополучного дитя внутри каждого человека. Вот. То есть неблагополучное дитя есть внутри каждого из нас. Вот. Но у кого-то оно становится благополучным, а у кого-то нет. И сплетни распространяются именно теми, у кого неблагополучное дитя, так сказать, овладело всем человеком. Вот. Неблагополучное дитя – это компонент личности, который содержит в себе негативные установки по отношению к себе, окружающему миру. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, можно долго об этом говорить, да, но сейчас важен вот этот самый момент. Вот. Значит, соответственно, вы вызвали у педагогического состава определенные эмоции. Да, то есть, вероятно, вам не поверили. Вероятно, вы слишком многим мешали. Вероятно, вам не верили. вот, ну, по поводу того, что вы делаете. Да, то есть, вероятно, не устраивало людей ваше положение в коллективе. искали повод, чтобы вас, значит, как-то подвинуть, но повода не было. Вот. Сейчас повод появился. Вот. Я не совсем понял, где вы работаете, да. То есть, вы пишите, что год и год работала для души. в самодеятельности, да. То есть, ну, что такое самодеятельность? Как вы его понимаете, эта самодеятельность? Вот. То есть, означает ли это, что вы по факту занимаетесь благотворительностью, да? Вот. Ну, это вот большой, большой вопрос. На мой взгляд. Да. Вот. То есть, непонятно, но если, 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 ситуация такая, да, что вы, действительно, действительно занимаетесь, занимались благотворительностью, вот, то я полагаю, что в этом, в этом случае кому-то вы стали неугодны, кому-то вы стали невыгодны, и, соответственно, от вас решили избавиться. Ну, я, опять же, не знаю, как обстоят дела на самом деле. То есть, тут нужно разбираться. Вот. Но я охотно верю, что у вас нет навыков, значит, нет навыков для того, чтобы делать действовать в подобных ситуациях. Вот. Я верю в то, что вам тяжело. Я верю в то, что вам непривычно. Вот. Это опыт. И если у вас не вызывает это каких-то ярко выраженных негативных чувств, то я бы рекомендовал вам, значит, относиться к этому как к неизбежному злу при взаимоотношениях с людьми. То есть, когда вы занимаете какое-то место в любой социальной ячейке, в любой социальной лестнице, вот, когда вы занимаете какое-либо место, тогда есть люди, которые негативно относятся к этому. То, что у вас есть ожидания, были определенные ожидания, значит, ну, от ваших коллег. Это да, это отдельная тема, тема ожиданий, из которой вам нужно, ну, желательно сделать выводы. Вот там все. Ожидания до добра доводят редко. Еще реже ожидания реализуются. То есть, не стоит ожидать чего-либо от людей, особенно коллег, даже если они вежливы с вами. Потому что, если это работа, то в первую очередь люди пришли сюда с целью реализоваться, заработать денег. Вот. Если это, соответственно, благодворительность, то речь идет о, опять же, репутации, как правило, ну, как правило, да, то есть по умолчанию. Вот. И из этого нужно исходить. Вот. Вполне возможно, что вы слишком были открыты с этими людьми. Вот. Вполне возможно, что для вас люди слишком много, значит, начали, вот, или вы чрезмерно активно себя проявляли. Вот. Значит, ну, что далеко не всем нравится. Так или иначе, чем-то педагогический состав вы зацепили. Вот. И для людей понимать, что если о вас, например, распространяют встречи, то это значит, что, во-первых, что люди видят вас в угрозу, а во-вторых, вы добились чего-то значимого в социальной ячейке, в социальной иерархии, потому что о человеке, который не значит ничего, да, ну, вряд ли будет распространяться сплетни. Если уж только для самоутверждения, но понятно, да, что самоутверждение, ну, для педагогического совета это не тот расклад. Вот. Если все же негативные какие-то, значит, эмоции у вас появились, вот, то их можно разобрать, определить их причинам, вот, природу, как правило, эээ, все дело в том, что вы недостаточно активно реализуете именно, эээ, то, что хочется вам. Вот. Ну, а растерянность может быть, эээ, связана с вашим воспитанием, эээ, с тем, как вы привыкли себя вести, вот, то есть, ну, с вашим отношением к конфликтам возможным. Это все нужно разбирать. Надеюсь, что на ваш вопрос я ответил, эээ, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, эээ, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok